Хабаровский край в числе регионов, где вот особенно сейчас бушуют природные пожары, вернее сейчас они называются не природные и не лесные, а вот последний термин ландшафтные пожары. Почему ландшафтные? Ну потому что страдают и леса, и поля, и населенные пункты, и электротранспорт, простите, автомобиль. В общем, и сегодня у нас в гостях человек, который в том числе отвечает за это в масштабах региона, Сергеев Схудинович Салямов, заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Здравствуйте. Я правильно, не путаюсь терминов, правильно называется ландшафтные пожары? Сегодняшний день, да, называется ландшафтные пожары, уже определено 69-м федеральным законом о пожарной безопасности. Ну я думаю, что в принципе для обывателя, в общем-то, все равно ландшафтные, а не лесные или какие-то другие пожары. Если говорить о статистике, какие районы сейчас в Хабаровском крае горят, где ситуация наиболее сложная? Основная часть пожаров возникает, это естественно в южных районах, это у нас и Бикинский, Вяземский, Лозо, Хабаровский. Вот в 12 районах, насколько я знаю, действует особый противопожарный режим. Вот что это означает? Действительны ли штрафы просто за разведение огня? На сегодняшний день в двух городских округах и в 10 муниципальных районах введен особый противопожарный режим, который вносит ограничения. То есть на основании введения особого противопожарного режима, то есть глава муниципального района поселения вправе ограничить передвижение людей в леса, запретить применение открытого огня, значит, разжигание на территории, буквально своей, даже при усадебном участке каких-то костров, мангалов и тому подобное. То есть применение открытого огня. За это же положен штраф, насколько я понимаю. Я так переведу, что называется, на себя. За разведение мангала у себя на дачном участке. Меня могут оштрафовать? Конечно. То есть если уже принят нормативный документ на муниципальном уровне и там прописано у нас требование о том, что запрещено разведение применения открытого огня, в том числе мангалов, то за это будет наложена административная ответственность. Вы знаете, у меня предложение. Прежде чем мы говорим про наказание, а там немножко законодательство изменилось, давайте поговорим, а где вообще в крае сейчас больше горит? Мы только что поговорили об этом слове. Недостаточно. Недостаточно, но хорошо. Ну, я бы сейчас не выделял бы конкретно в каком районе. Оно периодически возникает. Ну, на сегодняшний день, видите, понижение температуры идет. Более-менее нормализовалась обстановка. Сейчас где-то около семи пожаров у нас в крае происходит. Трое уже, три пожара локализованы. Значит, люди работают, порядка трехсот человек на пожарах. Задействованы 74 единицы техники. Можно вот попросить вас объяснить. Вот пожар мы понимаем, но иногда в сводках мы читаем, что выявлены так называемые термоточки. Это вот что такое термоточка? Это уже огонь или это что-то другое? Ну, это в процессе определения пожара, то есть первоначальный этап определения пожара – это космический мониторинг. Дежурно-диспетчерская служба края при помощи космического мониторинга осуществляет изжисуточный контроль территории Хабаровского края. И при помощи спутника можно определить точку, где возник пожар. Естественно, потом уже направляется подразделение, уточняет эти моменты, потому что оно может показать нам, предположим, и какое-то, будем говорить, контрольное сжигание, да, ну, костер тот же самый. Ну, тем не менее, мы уже реагируем, отслеживаем эти термоточки, применяем уже силы и средства для их тушения. Вы знаете, мы тему пожаров и их причин обсуждали многократно, и страсти разгорались, ну, почти такие же, как с электросамокатами, и так вот в общественном сознании споры и продолжаются. Все-таки по статистике, кто чаще всего виноват в возникновении? Это не природные факторы, все-таки антропогены? Да, природный фактор, это, как правило, он возникает летом, это сухие грозы, да, в основном это лесные пожары у нас страдают от сухих гроз, а весной и осенью это человеческий фактор, то есть, естественно, это люди. А вот здесь как разделение происходит? Это те, кто вот пускают палы травяные специально, да, либо это те же дачники, которые, ну, не знаю, вот мангал или зачем-то жгут листву, ну, мангалы все разводят, мне кажется. Тут разные причины есть, и люди, которые охотятся, да, уехали на какие-то деляны свои, начиная там костры жечь, в том числе и палы пускать, считая, что вот он свою деляну, значит, обожгет вокруг, тем самым безопасен. Тем не менее, он не выполняет требования, то есть, огонь дальше распространяется, уходит от его деляны, тем не менее, страдает дальше и населенные пункты ближайшие. То есть, тем самым нарушая требования пожарной безопасности. Я имел в виду, здесь больше вот именно с умыслом вот таких палов и пожаров, как следствие пожаров, либо это все-таки неосторожное обращение? Ну, скорее всего, неосторожное обращение. Я не думаю, что у нас с умыслом прям такие поджигатели везде на территории. Ну, нет, имеется в виду, что умысл не сделать так, чтобы сгорел лес, но вот я знаю, железнодорожники иногда выжигают вдоль... Да не иногда, по-моему, они каждый год это делают. Ну, у них действительно по нормам как бы есть. Нет, по нормам нет такого и никогда и не было. Это, скорее всего, где-то там нерадивые, так скажем, работники, которые пытаются таким способом... Это процесс очищения, да, отвода земли именно дорожного полотна, потому что у них есть именно технологические мероприятия, которые проводятся сезонно, очистка полотна территории железной дороги именно при помощи скашивания травы, да, кустарника и все такого. Ну, за исключением выжигания. Скажите, а как погода влияет на пожароопасное состояние? Потому что, ну, на наш взгляд, не очень теплая весна, более того, она... Да, более мокрая, отодливая, мокрая, но тем не менее... Да, сообщили о пожарах... Если сравнивать прошлый год, да, и этот год весну, то в прошлом году у нас менее, значит, было снежного покрова. Естественно, пожароопасный сезон начался раньше, трава начала раньше гореть, термоточки возникать, сложнее была обстановка. В этом году сами видели, что зима благоприятствовала пожароопасной обстановке, то есть у нас уже где-то к концу апреля начал снег таять в южных районах. Но тем не менее, видите, особенно вот эти вот выходные дни нам показали результат. То есть люди начали отдыхать, ехать, и кто-то поехал на дачу, кто-то поехал шашлыки сжечь, на рыбалку, не знаю, там еще куда-то. Но то, что земля мокрая, это разве не помогает? Вот так быстро ветер и солнце высушивают ту же прошлогоднюю траву? А нам-то горит же никак не листва, а горит именно трава, та, которая над землей. Она высыхает быстро, особенно при таком ветре суховее. И температура у нас достигала свыше 20 градусов. Да, уже было нести. Естественно, все быстро так подсыхало. А вот по вашему опыту были года, когда не было ландшафтных пожаров вообще? Либо это вот обязательно? Ну, такого я не помню за свою бытность. То есть это всегда возникало, всегда было. Я думаю, и будет. Теперь, что касается наказания, я должен всех предупредить, что вот как раз вот только что, ну, 5 апреля вступил в силу закон, точнее, это поправки в уголовный административный кодекс, который касается поджогов. Там вот умышленно это или не умышленно решается судом, но само наказание вот переходит в разряд уголовного преступления, начиная с суммы 10 тысяч. Ущерб. Да, да. Если причиненный ущерб. Пооценивают 10 тысяч рублей, а на самом деле это не такая же большая сумма, если посчитают, вот сколько сгорело там травы в поле, возможно, как раз и будет. То это уже уголовное преступление, и тогда там штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы до двух лет. А если ущерб превысит 50 тысяч рублей, это в принципе тоже, если сгорел небольшой лесок, где-то так и будет, то это, внимание, это уже считается крупный ущерб. И тогда штраф может быть до трех миллионов, а лишение свободы только не падает и 10 лет. Причем вот не просто 10 лет, а 10 лет плюс штраф до полумиллиона рублей. То есть наказание сейчас очень и очень серьезное, и насколько я знаю, в некоторых регионах уже стало действовать. Сергей Паскудинович, а вот давайте уточним, 10 тысяч рублей во время пала травяного, они как быстро нагорают? Или 50 тысяч рублей? Ну, понятно, когда сгорел лес, это ущерб природе. А травяной пал, он так же считается, как ущерб? Кстати, еще и экологический ущерб тоже учитывается, естественно. Там высчитывается, сколько это потратят государства на восстановление, а там есть определенные расценки, и они достаточно... Ну, я просто немножко предлагаю попугать людей, чтобы вы вот, ну, сколько это, 10 квадратных метров, 10 тысяч рублей или там... Я, честно говоря, затрудняюсь вам сразу так посчитать. Ну, условно хотя бы. Какой-то порядок. Да нет, ну, 10, конечно, но если вы подожжете, не дай бог, что-нибудь, и оно заполыхает, там вот нагорит на 100 тысяч достаточно быстро. В общем, попугали? Ну, надеюсь. Ну, а как вы считаете, в ближайшее время погода изменит? Возможно, дождями все-таки зальет? Ну, по крайней мере, на выходные дни у нас вот это понижение температуры, которое к нам пришло, оно продолжится, в том числе и ночные температуры будут снижены. Это, естественно, будет благоприятствовать пожароопасной обстановке в крае. Сами понимаете, когда пониженная температура, это, естественно, гримость травы. Ну, благоприятствовать улучшению обстановки, да? Да, конечно. И люди уже не так будут уезжать отдыхать. Ну, и напоминаю, что в лесу жечь костры в принципе нельзя. Запрещено. Запрещено. Если вы думаете, что поехали на шашлычок, подожгли, вот и бросили, и оставили, повторяю, 10 лет лишения свободы вполне может получиться. У нас в гостях был Сергей Салямов, заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.